С одной стороны, наступило время натуральных обменов, когда я, как производитель смыслов и товаров, готов напрямую обменивать эти свои товары и смыслы на ваши товары и смыслы. Но с другой стороны, мир перестал ограничиваться какими-то ближними рубежами. Это случилось благодаря цифровой экономике. Благодаря компьютерам, благодаря молниеносному переносу из одной части света в другую информации, денег и даже товаров. Мне кажется, это самое главное. Сейчас уже не важно, где конкретно я существую. Если у меня есть определенные возможности, если я готов за эти возможности держаться, кому-то где-то, может быть, совсем на другой части земного шара, они наверняка пригодятся. И благодаря этой цифровой экономике с минимальными потерями, с очень небольшими затратами даже на перемещение, в том числе физическое перемещение. Я уж не говорю про перемещение денег или идей. Перемещение идей сейчас совсем бесплатно, перемещение денег стремится к нулю. Собственно, и перемещение товаров стоит все меньше и меньше. Благодаря вот этой цифровой экономике мы можем рассчитывать не только на непосредственный наш первый уровень потребления, но и на потребителей, которых мы не только не знаем, но и не имеем шансов узнать. Это люди, может быть, совсем далеки от нас и по расстоянию, и по интересам. Но, тем не менее, что-то очень узкое, очень тонкое нас объединяет. У нас могут быть разные языки, разные валюты, разные интересы в жизни. Но я могу сделать что-то полезное для них, они могут сделать что-то полезное для меня. И самое сложное – это конвертировать их услугу товар в мою услугу товар. Этому как раз помогает цифровая экономика, потому что эта конвертация может проходить не по линии денег, а по линии взаимопомощи. Или, может быть, даже мы подключим в наш широкий круг каких-то других исполнителей, других производителей. И на паях, накрыв собой целый мир, мы осуществим вот такую систему передачи данных, продуктов, идей, где все мы будем счастливы, все мы будем иметь некий процент от наших сделок.